Всем привет дорогие друзья, с вами Клауд и сегодня у нас будет первый клик по игре Godus, я надеюсь вы знаете что это за игра, это игра от знаменитой, знаменитого мастера в свое время, когда сделавшие такие великие хиты, которых я даже сейчас не вспомню, начала показывать Питер Малинье. Игра называется Godus и по всем параметрам она достаточно скучная, была по всем видео, когда смотрел, ну что-то вообще не привлекал внимание, но мне сказали, посмотрите, я говорил, ну ладно я посмотрю и что-то засел как-то смотреть и пропал часа на два, так потом помню, что уже два часа прошло, вроде как бы ничего такого особо будет не делать, и такой вот немножко, ну то есть скучно ладно, такой геймплей, но тоже и что-то захватывающее, я не знаю что в нем, учитывая, что игра сделана, это ранее бета, то есть здесь сделана игра на 41 процент, только всего лишь и пикиньте, что еще плайн еще будет делать, а она уже выглядит очень-очень неплохо, мне это вообще очень понравилось, и давайте ей поиграем, так сказать проведем первый клик по игре и посмотрим, что писать с собой игра, на самом деле есть такая смесь, что-то карточная игра с кинстратегой, ну вы в первую очередь, хочется сказать, вы бог, то есть вы не можете непосредственно управлять какими-то персонажами в этой игре ими команды, все можете только как бог влиять на мир, чтобы они делали то, что вы хотите, ну ГБГ, сейчас вы это увидите, так, мы открыли первую карту, в которой она скажет, что мы открыли карту, по-моему, не ошибаюсь, последовательно, первые поселенцы, собственно и не важно, она начинается с примитивного века и заканчивается с космическим этим веком, как вы видите, это, по-моему, офигенно круто, я немножко поиграл в игру, в итоге у нас карточка называется Spirituality, Fate, карта веры, ваши последователи начали верить в высшую силу, ну это моя высшая сила, если кто не понял, вот, она начинает возводить замок, в это время можно добавить ресурсы, они у вас с левой стороны, из камней и из пальм, пока что, ну, дальше будет намного круче и интересней, пока вот здесь примерно все так это выглядит, вот, наше первое поселение, у нас вырос, выросла наша, из двух человек вышел, выросла наша популяция и теперь нам карту нажимаем, где написано, что у нас происходит расширение земли, каждый раз когда популяция будет расти до максимума, у нас будет проходить расширение земли, так, написано, чем больше наших последователей верит в нас, тем больше наше влияние на землю вокруг, так, закрываем, вот, добавим ресурсы, и вот у нас первая фитня получается, сейчас я убью все ресурсы, вот, можешь построить четыре дома, но это пока примитивные дома, дальше будет все круче и наворочено, но в то же время мы можем, чтобы было все красиво, расчистить такую вот штуку, и по-моему можно, а, двойной крик еще недоступен, ну, видите, полететь еще одно место для дома, то же самое можно здесь, пока дома маленькие, примитивные, но в будущем все будет круче и круче и круче, я немножко поиграл, сейчас пока главный нам смысл нужно дойти до нашей, до большой земли, потому что мы живем на острове, если не ошибаюсь, вот, видите, эти карты везде одна этаж, пока мы здесь, в сторону дома нам надо двигаться, итоге мы нажимаем, и чел бежит строить следующий дом, и 20 секунд до следующего чела, чтобы челов этих, опять же, вызывать, тоже стоит ресурсы, то есть ресурсы надо экономить, потому что могут быть дальше, там, проблемы, я выиграл, и большие проблемы с ресурсами, и это было не очень круто, тут очень баланс между ресурсами, между расширением земли, надо это все соблюдать, церковь войну и новые технологии и тому подобное, вы как божественное существо, то есть бог валяется непосредственно на этот мир, манипуляция всей землей тоже отнимает, как видите, очки ресурса, которые можете двигать, это достаточно круто, но в то же время это надо следить за очками, чтобы тоже не переборщить, я знаю, слишком много, но в начале подкрывал, ну ладно, неважно, пускай будет, чем больше нам нужно дойти до 6 человек, популяцию нашу, чтобы земля дальше расширилась, дальше ресурсы, и нам нужно вообще двигаться вот в правую сторону, дальше все увидите, в принципе, там, вот в то же время под геймплей примитивный, да, то есть вы как бы не влияете на что, вы только влияете, только там, назовите там людей, чтобы строили новые дома, расширить территорию, а они сами как бы здесь плодятся и размножаются, ну, грубо говоря, почти сами, потому что вы нажимаете на домики, поэтому не совсем сами, вот, и там будут еще поэты тотемы, что-то еще дальше не доходило, я немножко, два часа поиграл, и сына очень увлекательная, не знаю, как вам, ну, я не знаю, что там было вот такое увлекательное, но это был шок, потому что увлекательно, почему-то. Все, у нас максимальная популяция, у нас расширение земли, происходит в очередной раз, главное двигаться в эту сторону, поэтому здесь мы сразу ставим два домика. И вот еще одна карточка, называется умная скульптура, или карточка бога, то есть позволяет нам двойным кликом уменьшать и расширять территорию, ну, это просто для, по-моему, это ради чистого удобства сделано. Я сейчас покажу, что такое, что нам дало, например, вот сюда вы нажимаете два раза, видите, расширяется сразу. Другое дело, что именно мне это сейчас не сильно нужно, мне тут нужно освоить баланс, чтобы не застопориться на месте, не ждать полчаса, лучше соблюдать все баланс этого всего, если они не расширятся в данном случае. Но ресурсы я пособираю, конечно. С другой стороны расширения есть, не будет они, вот, ну, слава богу, у нас нормально получилось. И вот наш первый фэлтент, карточка, социальная карточка, написано, что фэлтент эти вот, видимо, крыши, домик с крышей, как будем называть, больше не генерирует бельефы какие-то, я не знаю, что такое бельефы, но может содержать больше, а, ну, это вообще больше дом двойного размера, который может содержать больше ваших последователей, которые, ну, бритфастер, что такое брит, я не помню. Короче, это плюс. Для того, чтобы нам открыть фэлтент, нам нужно найти где-нибудь сундук, так я сейчас покажу, они будут появляться с камушками. Так, вот он сундук, нам специально сразу открыли, вообще на них надо докапываться обычно. Нашли ресурс, он открывает карточку, полностью, хопа, нажимаете, и мы открываем фэлтенты. Все, спасибо. Все, теперь смотрите, что происходит. Два людей здесь его построим, даже вот здесь вот можно. Видите, двойной теперь нажимается и... Даже можно два нажатия, и два человека живут. На будущем это влияет, я, честно говоря, уловил на что конкретно. Ну, будем считать, что я уловил. Так, нам нужно еще два человека. Так, один готов, два строят. Все, расширение произошло. У нас три карточки. Так, расшились, нашли еще один сундучок. Это ресурс, карта ресурсов. Видите, тут как бы карточная, стратежная игра одновременно. Все интересно сделано. И у нас дрова. Ну, или пилорама, кому как нравится. Ресурс, который потом пригодится, когда мы будем дальше развиваться. Открывать другие карточки, грубо говоря. Давайте, например, здесь расширим землю под двойной домик. Так. Ладно, сюда. Ну ладно, давай сделаем тогда по одному домику, в принципе, тут особо не важно. Видите, большой домик построился. Тоже есть вход у домика, не волнуйтесь. Собираем ресурсы. Потому что земля была экспэншн. И отключить на сундук новый. Опять ресурсы, опять деревья. Ой, не деревья, бревна. Ну, дрова, кому как нравится, так и называем. Сейчас сокращусь. Чтобы деревья расширить немножко деревню. Можно и здесь расширить, в принципе. Давайте побольше сделаем. Так, почему не строится больше? Странно это все как-то. Вот он большой помещается. Все отлично. Сюда тоже. То есть надо баланс между ресурсами и количеством жителей. Достаточно сложно маневрировать, потому что бывает, что ресурс заканчивается. Он дальше не будет добываться, я потом покажу как. Я решил, я могу начать игру уже, когда мы дошли до этого, до конца. Но я хотел процесс с самого начала, потому что очень интересно развиваться. Из примитивного века, там, в другой век и так далее. Ну, вот и нашли третью карту науки. Констракшн, то есть создание каких-то либо конструкций. У нас есть ресурсы, которые он хотел, но у нас нет камней. Камни находятся, я так подзаряю, вот в этом сундуке. Это скоро мы увидим. Так, сюда пускай бежит кто-то еще. Мне нужно еще лично народу надябывать. Так что сейчас мы что-нибудь придумаем еще. Жательно сразу развиваться в это направление, вверх. Все потому, что нам нужно добираться по этой причине. Но нам нужна и в то же время популяция. Так что с нами даже неизбежно придется некоторые вещи творить. Потому что в 38 популяции сейчас у нас больше прибавилось. До 50 нам нужно, чтобы мы расширили нашу деревню. Но в то же время, опять же, когда вы двигаете все эти земли, у вас создаваются ресурсы. У меня был такой момент, что у меня ресурсы вообще ноль стало. Я думаю, что делать, все, конец игры что ли? А нет, в следующем веке они, кажется, вырабатывают, которые мы еще не нашли. Пока хватает. Вырабатывают ресурсы и не все так плохо, как кажется. Поначалу. Не хватает здесь, надо расширить все-таки немножечко. Отлично. Все, у нас 47-48 население. Сейчас достроят и будет еще больше. Вот как-то глупо получилось, что у нас в последнее ничего не достроилось. На самом деле, дальше здесь будет тотем. И вот нам нужно добраться вот сюда. Почему добраться здесь туда невозможно, потому что слишком высоко, но высоко. И надо как-то лесенку строить. Горд какой дальше, вот я вот дальше не играл. Поэтому будем ходить вместе с вами, это интересно. Ну как проходить, если, конечно, вам понравится эта игра. У нас учебное решение о земле. Все стандартно. Это, наверное, первое видео, которое будет залито в Full HD. Я постараюсь так сделать. Ну давай. Че, зря потратил ресурсы? Так, ладно. Вот, мы расширились. Вырубаемся нафиг. Какие мы нехорошие. Природу... Вроде я как бы бог, да, а вроде природу фигачу. Это, по меньшей мере, странно. Сейчас здесь ресурсики соберем. Так, и дома давайте строить. Невыгодно. Снижаем. Появляется первый дом. Повышаем. Ставку. Рефинансирование. Еще один дом. Места хватит, еще один дом построить. Давай-ка еще один дом. Но. Но. Ну пожажа, 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 пожажа еще один дом. Отлично. Все, расширяемся. И у нас есть пределы расширения. Здесь уменьшаем. Чтобы уже строить на более низком уровне уже. Чтобы это было выгоднее. Вот он, домик. Отлично. Еще можно здесь построить один. Шикарно. Все, все ждем. Здесь будет смотреться сундук. Теперь сундуки нужно будет откапывать. Сейчас покажу, как нам показать пока сундуки легкой доступности для нас. Я вылечу население себе специально. Все, чтобы быстрее достичь предела. Все, мы почти достигли предела. Сейчас будем расширяться. Написано, что наши последители хотят добраться до... Для большой земли. До главной земли. Вот как раз мы движемся в это направление. Скоро мы там доберемся. Эй. Что за финет? Давай. Расширяемся, ребят, расширяемся. Где-то еще можно расшириться-то. Аккуратненько так. Такое у меня население такое растет. Но при этом нет ни деревьев, ни скал уже, ничего. Только земля. Это немножко печалит. На самом деле. Все, теперь хватит точное расширение. Бежит последний чувак. Расширяемся. И у нас новая карта называется Commandments. Что-то типа... Я не знаю. Карта веры, но Commandments... Какие-то поручения, может, что-то в этом роде карта. Я не знаю, честно говоря, что она значит. Не совсем, если он в английском. Язычки. Язычки. Я сказал как-то по-гейски. Это меня пугает, честно скажу, ребят. Докапываемся до сундука. Открываем. И там должна быть карта... Да, карта Felt. То есть это камень, грубо говоря. И мы открываем Construction. Что теперь позволяет нам строить... Давайте посчитаем, что написано. Давай. Ты вдохновил своих последователей, чтобы построить более удобное жилище. Эти удобные жилища будут... Теперь будут генерировать Белив. Вот эти Беливы. Вот что такое Белив, кстати. Белив — это наш ресурс для тебя. Вот теперь у нас ресурс будет... Даже если у нас закончится каким-либо образом, он будет теперь появляться в домах. И теперь облегчить жизнь, на самом деле, очень сильно. Пытаемся добраться до побережья. Таким кривым способом. Ну а что делать-то? Так, так, так. Мне нужно, чтобы дома были. Вот. Немножко по-дебильному, но надо. Что делать? Один большой дом. Большие дома больше генерируют, кстати, этого ресурса. Причем есть радиус, до которого они могут добежать, поэтому надо начинать с самых последних. Чтобы они добегали, вот, все занимали полностью. Собираем ресурсы. Еще один сундучок у нас с ресурсами, наверное. Да, с ресурсами. Это камень. Который нам понадобится для открытия следующего карты Веры. Четвертого уровня. Офигеть. Четвертого уровня. Только подумайте. Вырубаемся нафиг, как настоящие завоеватели. Вообще надо экономить, конечно, ресурс, потому что будут заканчиваться, причем очень так, печальненько. Сейчас мы добежим до этого вот сооружения. Я не помню, по-моему, это тотемы, если не ошибаюсь. То есть, который позволяет делать некоторые интересные плюшки. О, видите какие дома пошли уже такие современные, более-менее. Ну, из камня, наверное. Если эти были из камня, то эти из ровного камня. И у них есть главное, что крыша теперь. Много еще дома с крышей. Да, я вам бездюблю с крышей, а я теперь с крышей. Здесь дерево дали, например. Как-то так. Простите за мой французский. Так, не будем ничего пока тратить ресурсов пока, потому что их пока жалко. Тут тоже что-то трогать пока не нужно. Запускаем флажки. Теперь эти дома будут генерировать нам ресурсы. По-моему, сейчас начнут генерировать, или может быть чуть позже. А может, не генерировать, тогда канал ресурсов очень мало. Я не помню. Но будем надеяться, что будет все хорошо. Видите-ка, большой домик получается, красивенький. А, ну, игру можно, конечно, приближать там, смотрите. Но и так красивая, что с дальнего, дальний и самый дальний режим. Вообще, игра, эта копия, немного похожая копия на такую игру, как, наверное, какие-то там, в 90-е. Популус была такая игра. Тоже, по-моему, Линей делал, если не ошибаюсь. И вот он взял вот такую-то игру, которую мы сейчас видим с вами. Который называется Godus уже. Но, сути, сути не меняется, даже такой же вот экрана, обрезанный стал с популиса. Вот. Ну, вы сами знаете, Питер Малине такой, Питер Малине. Но он сейчас знал собственную студию на Kickstarter. Годус был на Kickstarter анонсированный. Слава богу, что удачно. И мы, игроков, в конце концов, видимо, скоро релизную версию. У нас очередное расширение земли идет. Это хорошо. Собираем кучу ресурсов. Так, запускаем. Народ. Почти добрались до материка. Смотрите, да, уже достает до нашего дому, как написано. Это не может не радовать. Сундук спрятан. Вот такая штука мигает, значит, здесь есть сундучок. Дальний ресурс камень пригодится. Вот нам карточку. Нам осталось еще найти два ресурса животных. Вот еще сундуки есть. Я думал, что карта генерируется случайным образом, но, походу, что нет, потому что я эту карту уже видел. В начале она полно такая же. По крайней мере, вот эта часть точно точно такая же, как она была в прошлый раз. Ну, когда я смотрел игру, думал, стоит ли в ней вообще начинать показ, ли вам стоит ли на игра того. Но, оказалось, что игроков вполне интересный. Пока ничего не вырабатывает. Видимо, это когда будет мало ресурсов, мне все-таки подсказывает моя логика. Крутая. Ой. Ребята, вернитесь. Возвращается. Я нечаянно промазал. хотел нажать на нее. Бывает. Очень опасно, да, короче, смотреть все вещи. Потому что можно так вот лохануться. Но еще и копаемся, да. Этот сундук почему-то нельзя взять. Я не знаю, как его взять, но он не берется. Нижний раскапывается. Каким образом его взять? Я не знаю, то ли он глючный какой-то, то ли что-то еще. То ли я что-то не понимаю, поэтому я его не беру. Потому что я не могу. Видите, даже раскапывание, раскапывая, все равно ничего не поможет. Тут самый главный момент настаёт. Потому что чуваки ваши подниматься прямо вот так вот не могут. Только могут вот так вот подниматься. То есть лестнингами. И они такие стоят, такие, покуда не вздыхают. Это, конечно, прикольно смотрится, но и жалко их все-таки становится. Так, ты беги. Почему я не могу этих чуваков отсюда поднять? Непонятно пока. Для меня остается загадкой. Ладно, ничего страшного. Так, откопаем другие сундуки, пока я их могу откапывать. Вот, первая ресурсовая карточка, это охота. Которая нам нужна. И вторая карточка, походу, будет, видимо, где-то вот здесь. Нет, тут почему-то, казалось, не та карточка, которая думала. Но у нас еще здесь есть карточка, я смотрю. Точнее, сундучила. Вот, все. И теперь открывается у нас тотем, если не ошибаюсь. То есть, карточка управления, командсмент, команда, давайте, что в этом роде. Последователи... Блин, ну не успел я. Книга, вернись твоей. Книга. Новую дали карточку для открытия чрезвычайного социального. Называется поселение, да? Что-то в этом роде. Ну, я не посмотрел. Нет. А это мы уже с другого века, что ли, пришли? Подождите. Вот, командмент. Прогресс вашей цивилизации – это амбиции Бога. Вроде как переводится. Священные земли должны быть населены. Или пустыни, и что там еще? Деревья. Это добываемый ресурс. Аж на карточку нам дает. А, нам дает следующее. Ваши последователи наблюдали за... За развитие их цивилизации. Короче, хрен он знает. Как всегда. Калал-то обосрался. Ну ладно, все, все, все. Не обосрался, нет. Тихо, в смысле, нет, нет. Все нормально будет, не волнуйтесь. Так, у чересурцев надо всех их подчикать, они нам нужны. Так, тут мы все уменьшаем. Дело в том, что они, посмотрите, все очень сложно построить такую лесенку нормальную, чтобы не забрать, забирались. Поэтому я чуть немножко все принижаю, потому что так оно и нужно, к сожалению. Так, неважно. Давайте смотреть, как лесенку стоит, с какой стороны. А, вот мы нашли тотем. Карточка бога. Этот эффект позволяет вашим последователям двигаться в сторону тотема, да, или что? А, свободную волю. Аффект. Короче, они все двигаются туда, куда он ставится тотем, я так понимаю. Покуда тотем активен, все ваши люди будут идти к нему, или что-то там, вроде. Харина, вот, знает. Надо разбираться. Не все, я, кажется, уже не знаю, хорошо так, как хотелось бы. Но тотем ставится вот с этой стороны. Ну, вот, деактивир тотем, поставь тотем. Вот написано, что делает тотем. Ваши последователи будут путешествовать далеко, чтобы достигнуть ваш тотем. Нажмите, чтобы поставить тотем. Открыто в примитивном веке. Спасибо. Кэп. Ладно, все будет нормально, вы не волнуйтесь. Либо я был бы не я. Так, ну, давайте теперь попытаться добраться, попытаться добираться до до верха. Это очень сложно будет сделать по причине того, чтобы предустроить резинки. А это реально не так просто, как кажется. Ну, я уже, мне уже есть в этом опыт, поэтому я говорю, что сложно. Так, повышаем здесь, 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 здесь. Здесь, здесь, чтобы делать лесенку. Еще выше делаем. Еще выше, еще выше. Тут еще выше поднимать придется. О, там какой-то сундучило нашелся, смотрите. Отличный камень. Как раз для сеттлсменса. Блин, сеттлсменса. Еще выше поднимаем. Все, теперь еще выше надо поднимать. Иначе они наверх просто не заберутся. На самом деле, очень такая работа сложная. Это кажется, что легко. Первый раз я тут долго мучился, потому что, видите, тут слоев просто целая куча. И так, чтобы они забирались нормально. Особо это и не сделаешь. Но мы, точнее я, сделаю это. Не волнуйтесь, ребят. Нет, волнуйтесь. Что-то не очень получается. Все, нормально, кажется, доберутся. Еп-еп! Ну что, отберутся, чуваки? Нет? Добираются, да? А-а-а, стоп, пардон, пардон. Ну, нормально. Сейчас мы здесь уменьшим, пофиг, чтобы легче добираться им было. Ваши, по сути, хотят жить на высоких землях. Но мы дошли высоко, высочное теперь. Так что все будет хорошо, ребята, не волнуйтесь. Ресурсы пока не вырабатываются, но ресурсы будут вырабатываться, когда у вас вообще будет ноль ресурсов, они будут вырабатываться, я так понимаю, именно по этой причине. Ну, именно тогда они начнут это делать. Так, я какие-то еще не забрал. Так, тут забрал. Тут все нормально. Не люблю зырки, хотя тратится, конечно, на ресурсы. Вот ресурсы, видите, появились? 101. Когда, видимо, ресурсов меньше 450, они начнут вырабатывать эти ресурсы, и это не может не радовать. И тут какая-то бодяга стоит, которая сейчас очень интересная, что будет. Знаете, какая дальше большая земля там? Капец. Ну, там такая же, потому что, я помню, такой же. Карта уже сгенерирована заранее, она не рандомная, к сожалению. Это немножко, конечно, разочаровывает. Пока, в камере меня. А что сейчас? Плюс 100, чего мне дали плюс 100? Я так не понял. Так, ничего нету. Забираемся. Ну, сейчас все построятся, нормальные дома, и быстренько все будет строиться. Остальное тоже хорошо. Главное было забраться на этот, на этот, как говорится, на эту поверхность высокую. Это был самый геморрой, потому что, видите, как у кого-то что-то мучается, так расстраивать берег, так сказать. Это я не сундук и не могу достать, не знаю, почему слишком глубоко, как почему не берется, я не знаю, дальше просто не копается. Может быть, надо как-то так отраскапывать его, хрень его знает. Но уже не хочу тут мешать народу. У нас осталось немножечко, чтобы достичь неплохого предела. Так, ей нужно им тут строить. Похоже, мне хватит места, поэтому давайте расширяться в эту сторону. Пока есть ресурсы. Вот тут еще поставим домик. Ну-ка. Не хватает? Видите, ресурсов ноль. Теперь можно нажать сюда и получить еще 100 ресурсов, которые, возможно, позволят поставить еще один домик. Отлично строить можно. Ресурсы забираем. А ресурс, причем, зарабатывается не с этих домов, а именно вот таких вот уже современных. Ну что, у нас, походу, до сих пор не хватает народа. На расширение. Мне кажется, не хватает. Сейчас посмотрим. Да, не хватает. Нужно еще один домик, а у меня ресурсов там мало. Поэтому надо как-то где-то расширить его в другом месте, просто-напросто к выгодному. Давайте здесь сделаем. Минимум затрат будет всего. Сберем наш ресурс, который мне моему божеству, то есть мне дарят. И еще один домик построим. Здесь вот. Все, в принципе, должно хватить у нас по количеству домов, если не ошибаюсь, и все будет хорошо. 127. хватает же, нет? Или еще один домик нужен? товарищ, товарищ, домик. Ес! Решение земли. Ура, ребят, ура! Наконец-то. Воу, сразу, да, как круто? Смотрите, какой-то тут обелиск, тут куча всего, короче, ресурсов забирать. особенно каменные. Так, запускаем всех вперед. Не хочу портить им этот лес, потому что, по-моему, лес нужен им, в том числе, для... О, смотрите, а он строит это как тотем. Он не тотем, а... Да, это другой тотем, это второй тотем, по-моему. Если не ошибаюсь, то так и будет. Ну, первый клик, то есть я первый раз играю. Харен его знает, ребят. Скоро узнаем, что они там у нас строят. Так, лес, что у нас здесь? Здесь у нас флинт, это точильный камень. Отлично. тихо, тихо, тихо. Я хочу большие деревни. Отлично. О, смотрите, еще один сундучелло. Давай, блин, откапывайся сундучелло. Молодец. Камень. Отлично. А флинта не камень, но это, возможно, типа, что кремния. Возможно, кремень, кремень, на потолках всегда. Ну, это же я. Так, высвобождаем на отпуске. Развивается. Дальше тотем достроили, нет? Чего-то непонятно. О, смотрите, волки есть. А можно волков? Ха! Можно прогонять. Прикольно, Здесь игра развивается. Интересно. Дальше, по-моему, вообще, должно быть что-то веселое. А какой-то темный хочет рассчитать такое. Сделать. Я не хочу полностью все эти уничтожать деревья, потому что они, по-моему, нужны, если не ошибаюсь. А, возможно, я и ошибаюсь. Так, сундук. Да, давай, копай сундук. Ес! Что у нас тут? Блин, да деревья мне пока не нужны. Как раз таки. А, смотрите, забраться не могут наверх эти чуваки. Надо им помочь. О, видите, показывают, типа, ааа, мы не можем забраться. Вот, не забирается все. Да, Да, вниз давай. Скотина. Сундук я тебе не заметил раньше. Почему я? Ну, ладно. Забыдем про сундук, короче. Закопали. Запускаем всех жителей, пускаем. Так, типа, тетем почти сделали, это хорошо. Волки пока нас не нападают, тоже хорошо. А вот сундук здесь надо остырить. Там нет ресурсов. Какие звуки прикольные. Отличненько. Прокапываем сначала. Animal force. Карточка ресурсов. Что такое force? Хрена он знает. Animal это, конечно же, животные. Животные! Все вы животные. О, наконец-то еще один фэлт. А, нет, это не то, что нужно. Был флинт, а не фэлт. Ресурсы! Да, почему опять эти деревья? Не нужны мне ваши деревья. Это я видел. Давайте, по-моему, еще забрать. Мне кажется, что я не смогу забрать его. во-первых, мне не хватает ресурсов. Оба-на! Карточка на тотеме. Карточка бога. Палец господень. Используйте гигантский палец, чтобы подгонять или там пугать всех ваших последователей убирать крыши или дома и вот эти хижины или даже поджигать деревья. Давайте попробуем, только надо ресурс где-нибудь взять. Мне, к сожалению, ноль. Сейчас. Тихо. Сколько стоит пальчик бога? 200 баксов не хватает. Ну, не баксов этих не важно ничего. Ладно, давайте тогда на этом мы с вами закончим у этого серия. Там что-то почти построилось. Вот не знаю, как что-то в серии. Прикольно, что будет интересное. Вообще, как вообще, ребята, понравился вам? Гавод вроде как бы по-другому примитивно, но в то же время по-моему это очень интересно, мне кажется. Что вы скажете на это? Мне интересно ваше мнение, стоит ли продолжать играть или только для себя играть. Как обычно, ждут вас комментариев, лайков и подписок. С вами был Клоуд, если вам понравилось, пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok